всем привет хотел попробовать записать вот такой небольшой влог для путешественников тот кто думает планирует поехать в египет один смело езжайте ничего тут такого страшного нету все добрые особенно египтяне добрые вот помимо египтяне в тут арабы цыгане все всякие есть которые на улице там дай доллар дай доллар вот сначала тебе их жалко ты даешь им по доллару потом уже начинает подбешивать и ты грубо говоря шлешь нахер вот конечно всем не поможешь и так понятно но что я хотел сказать я сюда ехал не ради пляжей хотя пляжей и море красивая несмотря на мусор который тут валяется но в основном это мусор с кораблей и эту часть никто не чистит но пляжные курорты все чистят они все чистенькие песочек хороший вот и я сюда ехал не ради пляжей ну что мне это не мне нравится пляжи и красивое море но я не любитель купаться поэтому я не умею отдыхать на пляже час полчаса максимум и все я больше не знаю что делать я сюда ехал ради исторических комплексов ради пирамид ради ради луксора да все эти гробницы там посмотреть что это такое что я должен сказать поездка в луксор ну вот сама экскурсия была интересна но вы там гуляете всего по полчаса по по 40 минут на каждом объекте потому что там эти комплексы настолько громадные что там реально потеряться можно на неделю и мне кажется даже все равно ты все это не обойдешь то же самое как и беги в каир если ехать в пирамиды но честно сказать мне луксор больше понравился потому что там больше всего и там больше всего можно посмотреть а в каире в на плато гиза и сфинкс но особо как бы вот я ехал ради пирамид но почему-то пирамиды у меня больше всего не впечатлили и это самое обидное потому что мы ехали туда с ночи это где-то с хургады наверно часов 7 с пересадками блин лучше там еще эти лежачие полицейские надо останавливаться контрольные пункты бала-бла-бла и вот такая вот петрушка да то что ехать долго у кого спина болит ноги болят это реально нереально вытерпеть все это но худо-бедно как-то как-то вытерпел доехал приехал посмотрел да вот то что обидно что мы там всего часик походили это только одну пирамиду а посмотрели остальные пирамиды даже не смотрели ну и народу там куча там если вы ожидаете что вы приедете туда и будете один там но то это не как фильме там столько народа блин что реально не пропихнутся еще эти приставала повсюду на каждом углу дай сфотку дай сфотку доллар евро вот никому на хрен не давайте не не что вас фоткали не заговорили как только начинают с вами разговаривать сразу в голову вниз и дальше идите ничего не понимаю и все потому что от них не отстать это все начинается с доллара и заканчивается 50 долларами не я один такой ну я я тоже знал что чего ожидать от них поэтому я как бы со мной разговор короткий и я даже с ними не разговариваю просто иду дальше все что мне надо я куплю и без 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 этих разговоров если мне нужен какой-то магнитик их можно дешевле купить чем у этих торговцев которые там торгуют вот поэтому на хрен не обращать внимание просто идите и все вот по поводу отелей тут сложно сказать потому что раз на раз отель раз раз на раз отель как бы ну который вы выбираете может попасть хороший может попасть плохой тут уже как бы как карта ляжет мне попался более-менее хотя я выбирал типа пятизвездочный в итоге попался четырехзвездочный но по факту по факту если так судить он хорошо если натягивает на две с половиной звезды но в принципе как бы убирают все чисто все работает все ну он такой пошарпан и я не знаю может его лет 15 построили назад с тех пор ремонт не делали но это не играет судите мне лично все равно лишь бы была кровать и вообще по барабану на телевизор и шмизеры там полотенца душ кровать все мне остальное не волнует самый главный аспект моей путешествиях это и да и да должна быть хороший как дома желательно как дома но вот тут как бы как дома конечно не будет но принципе в этом отеле где я сейчас это империал шамс кургаде плюс минус более-менее раз на раз не приходится что-то что-то ешь что-то не ешь там да ну вот так как я привередок еде у меня это это полин большой минус это это главный аспект почему я мало путешествую потому что тебя проблема блин в еде и хоть хоть с собой чемодан упаковывая визит и готовь сам я бы с радостью это делал бы но это геморрой уже а не отдых ну да ладно вот здесь очень красивое море прям такое бирюзовое синие сейчас уже закат не особо так видно но море классное и ради хотя бы моря стоит сюда приехать сам я не любитель купаться не люблю боюсь но как бы тот кто любит дайвингом серфингом тут он виндсерферы с утра когда дождь кой когда ветер идет сильный тут виндсерферы катаются и прикольное зрелище кстати но я лично боюсь я не знаю я боюсь море ненавижу когда я не вижу что под ногами вот очень хотелось пробовать дайвинг вот как-то раз уже нырял но там где не было акул единственное что там не было кораллов вот очень хочется навернуть посмотреть кораллы но очень боюсь поэтому не знаю может быть в другой раз когда-нибудь осилю поборю страх и нырну вот так что вот как-то так солнце красивая сейчас она садится горы блин это гора вот ческая гора это просто какой-то совсем другой мир пейзаж вот на них смотришь и ощущение как будто они нереальные как будто краской нарисованы они как будто так близко но тоже время очень-очень далеко и до виды здесь шикарно здесь можно тот кто вот этот вот любитель дзен посидеть поразмышлять здесь просто шикарное место для этого но ехать куда-то это гемор потому что здесь практически в пустыне и здесь единственное это передвигаться автобусом куда-то ну или можно по дорогому на самолете конечно я думаю хотя по времени мне кажется столько же будет чем если на автобусе ехать просто пока ты выдам на самолет сядешь тазом за два часа за три часа там хотя может быть между городами он быстрее происходит я не знаю никогда между городами не летал но есть такие вариации то есть можно взять экскурсию на самолете она будет чуть-чуть дороже там на 100 150 евро зато быстрее куда-то доберетесь тут не любит сидеть долго в автобусе вот вот как-то так наверное больше даже нечего сказать единственное что единственное что надо пройду я сказал про отель тоже сказал тут кстати много всякой живности рыбки крабы раки вообще мне капец вот особенно ночью выходишь тут они бегают вообще поэтому как тараканы блин так смешно как так вот путешествуйте всем пока